А Матвиенко не нашла сомнительного прошлого у сенаторов Совета Федерации. После громкого скандала с арестом депутата от Карачаева Черкесии Арашукова, тетя Валя перетрахала, ой, перетряхнула весь кадровый состав и пришла в итоге к согревающему душу выводу. Остались только честные ребята. Хочу особо подчеркнуть, что те события, о которых идет речь, и в чем обвиняется господин Арашуков, происходили до того, как он был назначен членом Совета Федерации от исполнительной власти Карачаева Черкесской Республики. Кого назначать в Совет Федерации, кого направлять? Это ответственность субъектов Федерации, губернатора и законодательного собрания. Очевидно, эта информация была неизвестна, я могу только предположить. Я могу ответственно заявить, рапортовала спикер, ситуация с господином Арашуковым выпадает из общей канвы. Более того, сейчас вдруг выяснилось, что на момент прихода этого человека в Совет у Тютиной уже были сомнения на его счет. Что-то недоброе Валентина Ивановна почуяла тогда. Да, кстати, вот пара фотографий, и на них прям видно, как мадам терзают смутные сомнения. А вообще, ну да, в прошлой программе я уже вам приводил статистику. За последние 10 лет в отношении 12 членов Совета возбуждены уголовные дела, обвинительные приговоры по всем. Три человека находятся в данный момент в федеральном или международном розыске. И только Тютина, похоже, об этом ни сном, ни духом. Ее высказывания мне, например, напоминают что-то из разряда «Подумаешь, дорогу человек перешел в неположенном месте». Да нет, тетя Валь, на этом убийство, на этом создание ОПГ, на том изнасилование, а вот на нем коррупция. В ужасающих масштабах, хотя откуда спикеру об этом знать? Ну где в России? Вы видели руководителя, который был бы в курсе, что происходит в уверенном ему подразделении? Да хоть президента нашего возьмите, ему же вообще ни о чем не докладывают. А интернетом человек не пользуется, к сожалению, правильно. Там грязь одна, потому что, хотя, вы знаете, я, госпожу Матвиенко, ни в чем не обвиняю. Ну, человеку 69 лет, не девочка уже устает, ей бы на заслуженный отдых. Да, я хочу от всей души искренне поздравить с наступающим Новым Годом вас. Я хочу пожелать вам добра, тепла, уюта, чтобы везде был порядок. Это реальная журналистика. Мы рождены, чтобы сказку сделать пылью. Блин, самому страшно, классно. Поехали. Привет, ну вот и настало время немного расслабиться, вспомнить детство. А в детстве мы все играли в войнушку. Сейчас, понятно, оно выглядело бы смешно, но в виртуальном-то пространстве кто мешает? Викинги, война кланов. Пожалуйста, тут тебе и войнушка, и стратегия, тренировка для мозга. Собственная многотысячная армия, сражения в реальном времени, миллионы активных игроков со всего мира, а еще это яркая запоминающаяся графика, возможность выбрать любое снаряжение и стиль боя. Что-нибудь когда-нибудь слышал о тактике? Вот как раз и узнаешь, о чем речь. Кроме того, попробуй найти в игре меня и сделать своим союзникам вместе-то воевать веселее. Управляй наемниками или всадниками, налетчиками или фуриями, решать только тебе. Выполняй различные квесты и получай щедрые награды. Стань главой могущественного клана, викингам нужен предводитель. Регистрируйся прямо сейчас по ссылке в описании, тем более это абсолютно бесплатно. Получай приз, предмет переселения новичка или 200 голды, начиная игру с преимуществом. Увидимся на поле боя. Ну да бог с ним, с Советом Федерации. К тому же я уже много раз говорил, абсолютно лишняя структура в нашей властной вертикали. Реально, ведь никто не знает, чем занимаются эти сенаторы. Похоже, даже сами сенаторы об этом не знают, поэтому и страдают всякой околокриминальной фигней. О другом предлагаю поговорить. 23 февраля на носу. 101 год этому празднику нынче исполняется. А с чем же мы подошли-то к данному дню? Вау! А у нас третий министр обороны, который не служил в армии. Сперва был Иванов, но этот хотя бы в КГБ службу прошел. Затем Сердюков, экс-директор мебельного магазина. И зять по совместительству тогдашнего премьера, а затем вице-премьера Зубкова. Теперь вот пиджак Шойгу. Не знаете, кто такие пиджаки? А это ребята, которые закончили гражданский УЗ, где была военная кафедра. Им там вместе с дипломом еще погоны вручаются. Младшего лейтенанта запаса. Так, смирно, товарищ министр обороны Российской Федерации. Проводится занятие по технической подготовке. Война садись. Война садись. Хочу вас поблагодарить. Благодаря вашим дешевым по формированию бригады в Республике Тува. Теренеться, что вы не были. Вот министр Шойгу таким пиджаком и является. Правда, этому мужчине повезло больше остальных. Сразу через все офицерские звания человек перешагнул, став генералом. Теперь генералом армии это высший офицерский чин. Ага, хочу сейчас обратиться к ребятам, с которыми в Суворовском, а затем в высшем военном училищах учились и вместе служили. Вот вы дурочки. По гарнизонам мотаетесь, многие из вас в горячих точках жизнями рисковали, кто-то стал инвалидом даже. А в итоге и чего вы добились? Среди моих ровесников максимум звания полковника у кого-то есть, а пиджак Шойгу – генерал. Пиджак Золотов – генерал. Большие начальники. Господин Навальный, вы, пожалуйста, не расстраивайте меня. Если вы начнете съезжать с этой сатисфакцией, то к лейблу под лица и труса, к коему я вас и так считаю, прилипнет еще, знаете, с такой студенистой желеобразным пятно слезняка. Знакомьтесь, друг моего детства Михаил Анатольевич Мининков. Офицер-десантник, сегодня глава города Нивинномыска, а еще герой России. В начале 90-х, во время войны на Северном Кавказе, этот парень спас каких-то людей, имен которых даже не знает. Тогда же чуть не погиб, но потерял ногу в 24 года. Долгие годы человек не оформлял инвалидность, потому что боялся, что спишут, а он служить хотел. Уже будучи героем, мотался по гарнизонам, жил в каких-то клетушках. Часто не хватало денег, помню, рассказывал, как запретил своей жене работать, потому что ее зарплата была больше, чем у него, у офицера. Возмущался, я герой Российской Федерации, я не могу зарабатывать меньше. Что касается, у меня это мнение очень четкое, и оно правильное, я считаю, это аксиома. На сегодняшний день то образование высших учебных заведений, а заканчивая Рязанского душесанного училища, Академии Фронзы, очно, лучше, чем в каких-либо других высших учебных заведениях. Почему? Это, наверное, единственная система в России осталась, где учащийся, оканчивая высшее учебное заведение, военное, знает, кем он будет ровно после выпуска. А тем временем в Министерстве обороны появились новые генералы. Например, 28-летняя Мария Китаева. Нет, врать не буду. Генерал это отнюдь не воинское звание девушки, потому что пиджак Шойгу придумал для гражданских лиц гражданские звания. Иными словами, в генералы госпожу Китаеву в ее 28 вроде бы никто и не производил, но она все равно генерал гражданский. И попробуй старший военный офицер ей что-то возразить, отвечать придется по-взрослому. Ну, все это по нынешнему времену настолько необычно, что помочь нам разобраться во всем этом мы попросили ведущую линейки «Вести экономика» Марию Китаеву. Маша, помогайте. Так в чем все-таки оказывается иногда склонно соглашаться друг с другом русские и англичане? Ну, в первую очередь в том, что BP и Роснефть будут совместно разрабатывать месторождения в Карском море. И в рамках этой сделки Роснефть получит 5% акций британского нефтяного гиганта, а британцы примерно 9,5% акций. Роснефти, судя по всему. Роснефти, конечно. Еще есть генерал Шевцова. Эта девица перешла на службу вооруженной силы из налоговых органов. Сейчас возглавляет бухгалтерию. Не знаю, какие подвиги в той бухгалтерии мадам совершает, но вся ее грудь увешана орденами и медалями. Не грудь у мамзели, а прям иконостас какой-то. Еще в ведомстве Шойгу имеется россияна-марковская. Недавно появилась россияна. Во как. Пока, правда, в генералы мамзель не произвели. Возглавляет девушка пресс-службу. Если кто-то не понимает, насколько это хлебное место, тогда напомню, что у Министерства обороны имеется целый медиахолдинг федерального масштаба, в который входят газеты, радиостанции, телеканал «Звезда». Сотни миллионов рублей в общей сложности. И над всем этим стоит юная госпожа Марковская. Если честно, несколько лет назад я был уверен, что все эти красные фонари в вооруженных силах закончатся вместе с мебельным министром Сердюковым и его боевой подругой Женечкой. Но не тут-то было. Пришел еще один студент-любитель девочек и развел такой гарем, который его предшественникам даже не снился. Что дальше? Стриптиз войска? Генеральше по вызову дорого? Ладно. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. На моей страничке в Ютьюбе больше полезного и интересного. Заходите, просвещайтесь на канал. Подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать. Темы предлагаете. Обязательно поднимем, обязательно обсудим. А я за всем спешу откланяться. Пока. Пока.